Уважаемые друзья, мы в прямом эфире. Еще раз я с трудистством. Спортсмены готовятся к эстафетной гонке. Завершается четвертый этап. Я Дмитрий Губерниев. Мы в прямом эфире. Женскую эстафету посмотрели. Начать репортаж хочу с того. Крик опять. Просто о помощи умоляют юные спортсмены Красноярского края в Канске. Призеры Олимпийских фестивалей готовятся к отборам на первенство мира, утопая в снегу. Нет курана. Трасса не приготовлена. Местные власти ничего не делают совсем для того, чтобы сохранить удивительную базу в Канске, в Красноярском крае. На следующий год универсиада, национальный проект. Госпожа мэр Надежда Николаевна Качан. Объясните людям, либо закройте биатлонные школы и расскажите о том, что вам это не нужно. А потом избиратели поймут и отреагируют. Ну я понимаю, когда отдельным биатлонистам депутатам региональным местам до фонаря канские проблемы. Но исполнительная власть. А мы говорим, что женщин в стране нет национальной команде, когда в Сибири такие чудеса творятся. Спортсмены, претендующие в сборную команду, утопают в снегу и плачут, умоляют вместе с родителями. Письма шлют. Я не сомневаюсь, что и губернатор Красноярского края, и аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации сделают все для того, чтобы решить проблему. Нам нужен сибирский спорт в Канске. На этой базе, где растут будущие чемпионы, утопая в снегу, в слезах в эти рождественские дни. Стыд и позор. Надежда Николаевна Качан. ВМР моей души. Глава города Канск. Ну а теперь... Ну а теперь...